Тем временем боевики, запрещенного в России исламского государства, пытаются расширить зону влияния в Афганистане. По последним данным, они обосновались в 25 провинциях из 34. Страна, несмотря на длительное военное присутствие там американских войск, остается одной из самых горячих точек региона. И ситуация в последнее время заметно ухудшилась. Радикальное исламское движение «Талибан» развернуло наступление на крупные города. Ожесточенные столкновения идут в провинциях Гельмента и Газни. Это недалеко от Кабула, а в конце сентября был захвачен приграничный с Таджикистаном Кундуз. Наш корреспондент Денис Давыдов увидел, что сейчас происходит в этих районах. Дышать – это единственное, что она сейчас может. Не заплакать, не отогнать назойливых мух сил нет. У Джамили тяжелейшая пневмония. Мы из Кундуза наш госпиталь разбомбили. Приехали сюда в Имам-Сахиб. 50 километров на попутных машинах. Ехали долго, но здесь помощь. Врачи, есть антибиотики. Пациенты поступают, а лекарства нет. Запас медикаментов на исходе. Их не могут привезти. Единственная дорога, которая связывает район с центром, под контролем талибов. Врачам скоро будет не только не с чем работать, но и жить не на что. Доктора у нас не получают зарплату второй месяц. В Кундузе банки разграблены, а те, что в провинции, все закрыты после нападения талибов на город. Мы как можем успокаиваем врачей, просим потерпеть. Да они и сами понимают, что кроме как у нас, на десятки километров теперь нет места, где пациенты могут получить помощь. Банки подусилены охраной полиции. Боятся нападений талибов. Но напирают пока местные жители. В надежде получить деньги, они приходят к кассе каждый день. Из кишлаков сейчас мало кто решается выезжать. Это раньше на междугородней трассе можно было увидеть пробки. Теперь машин почти нет. Полицейские на блокпостах предупреждают. Дальше нам ехать смертельно опасно. Талибы вон там, за рекой. Там снайперы у моста, дальше пулеметчики. Мы знаем их позиции, можем уничтожить, но нужно подкрепление от наших военных. Для севера страны происходящее нонсенс. Регион всегда был островком спокойствия в бушующем Афганистане. Даже в 90-е, когда Талибан взял под контроль почти всю территорию республики, в приграничном с Таджикистаном районе бандиты не орудовали. Местные полицейские у себя дома, но часто оглядываются и по сторонам, смотрят через прицел. Они без конца в напряжении, хотя должны быть отлично подготовлены. С афганскими силовиками несколько лет занимались американские инструкторы. Но те курсы повышения квалификации офицерам запомнились, как школа выживания. На западных наставников здесь многие в обиде. На операциях против Талибов американцы нас отправляли вперед, а сами всегда были сзади. Меня так ранило однажды. Они с нами и не занимались почти, просто отбывали свой срок здесь и возвращались к себе домой. Гражданские афганцы об иностранном присутствии в своей стране только слышали, почувствовать пока не удалось. Солдаты здесь давно, а 21 век до афганских провинций так и не дошел. Кишлаки живут по старинке. Дома из глины, дороги без асфальта. Водопроводов нет ни в небольших городах, ни уж тем более в поселках. Везет тем семьям, которые живут возле водоемов. Они бросают насосы в реки, озера, подсоединяют к ним шланги и устраивают вот такие самодельные водоводы. Шланги, закопанные в землю, тянутся на сотни метров и подходят прямо к домам. Чуть лучше ситуация с электричеством. На улицах вбиты вот такие колья, к ним привязаны провода. Вы видите, они проходят на совсем небезопасной для человека высоте. Важная деталь. Свет есть только в домах. Уличное освещение не предусмотрено. Ночью здесь кромешная тьма. За 15 лет нашему городу иностранцы помогли дважды. Отцепали дорогу камнем. Это были или немцы, или американцы, я не помню. Еще они построили деревянный мост. У него уже прогнили доски, и мы им теперь не пользуемся. Камера выключается, и чиновник вспоминает о другой войне, когда в 80-х здесь были советские солдаты. Афганистан тогда получал не только оружие. В его стране появились сотни школ и больниц. Русские построили, например, клинику, в которой спасают трехлетнюю Джимилю. Родные девочки надеются, что это здание не станет мишенью при очередных авианалетах. И им снова не придется искать помощи за сотни километров от дома. Денис Давыдов, Сукроп Садулоев, Форумус Мумиджанов и Федор Юрасов. Первый канал. Провинция Кундуз. Афганистан. Специальный репортаж нашего корреспондента Дениса Давыдова о том, что сейчас происходит в Афганистане, выйдет в эфир уже этим вечером. Откровенные рассказы беженцев о зверствах боевиков, наркотрафика и безработице. Что там изменилось за прошедшие 14 лет? Смотрите в программе «Воскресное время». Смотрите в программе «Воскресное время».